Это один из самых засекреченных военных проектов Китая. Самолет-невидимка, построенный по американской технологии стелс. Который уже сравнивают с лучшими западными истребителями. Мне хотят создать самолет, который будет промежуточным между американским F-22 и F-35. Способный оставаться незамеченный на радарах, он сможет выполнять боевые задачи более чем за тысячу километров от точки взлета. Собрав себе все передовые технологии КНР, этот самолет может стать серьезным вызовом для всего Альянса НАТО. Информации о нем по сей день крайне мало. Поэтому все, что известно, исключительно наблюдения мировых разведок и экспертов. Так что же представляет из себя китайское чудо-истребитель J-35? Об этом сегодня в Арсенале. Об истории создания этого самолета, как и о нем самом, известно крайне мало. Судя по внешнему виду, это глубокая модернизация предыдущего истребителя с индексом J, который впервые увидел небо лишь в 2021-м. Это фактически является продолжение линейки уже существующей J-21. И фактически он уже приближается и по своим внешним, по облику и по характеристикам. Они хотят создать самолет, который будет самолетом промежуточным между американским F-22 и F-35. J-35 – имя неофициальное. Ведь Пекин скрыл информацию даже о его названии. А вот что скрыть не удалось, так это то, что истребитель разрабатывался именно для морского базирования. И по некоторым прогнозам, это будет главный самолет современных китайских авианосцев. Попытка создания J-35 является в том числе попытка создания современного самолета пятого поколения, который позволит как раз использовать с морской платформы. Как правило, речь идет о адаптации его на китайский проект, построенный на основании еще советских авианосцев. Но адаптацию прошел не только самолет. Несмотря на постоянные военные учения, Китай почти на год отправил авианосец Ляонин на модернизацию. В результате эксперты отметили крайне несущественные внешние изменения. И очевидно, главным изменением подверглась начинка корабля. По мнению экспертов, именно для обслуживания и размещения на нем J-35. Что же касается самого самолета, его пока преимущественно оценивают, опираясь на характеристики предшественников китайского истребителя. Справедливо полагая, что в новой модели их, скорее всего, улучшили. Мы не знаем ни конкретных характеристик, мы отталкиваемся только от тех характеристик, которые нам известны по J-20 и J-21. Это, как правило, экипаж, который состоит из одного человека, это длина самолета около 17 метров и использование двух двигателей. Которые, кстати, хотя и являются китайскими, но они тоже построены еще на советских, так называемых, модели RD, это реактивный двигатель 33. И они прошли достаточно много модификаций. Одним из результатов стал турбореактивный двигатель VS-19. Он развивает тягу около 12 тонн и сухую тягу более 6. Такая мощность позволяет иметь максимальную взлетную массу порядка 28 тонн. В том числе может разрабатываться или форсироваться уже существующий двигатель для того, чтобы получить более мощные параметры при взлете, при короткой полосе. Это все-таки именно VS-13, который используется на базовой версии, может использоваться так называемый VS-13E. Это модифицированная версия с повышенной силой тяги, в том числе с режимом форсажа усиленного. Ожидается, что самолет сможет перевозить до 8 тонн внешнего вооружения и грузов, в том числе и 2 тонны закрепленной снаружи. Например, внешние топливные баки или дополнительные ракеты. Это китайские ракеты типа ПЛ-15 и ПЛ-10, которые способны уничтожать цели на расстоянии около 300 км для ПЛ-10 и 150-200 км для ПЛ-15. Это как раз ракета с активной радиолокационной головкой самонарядения. С одной стороны, с другой стороны, есть еще также целая линейка так называемых планирующих или управляемых авиапом. Также J-35 будет иметь и особые характеристики. Банально для того, чтобы выполнять свою основную задачу взлеты-посадка с палубы авианосца. В целом, этот самолет будет отличаться от базовой модели, с которой развитие получает J-41. В первую очередь, это уменьшенная площадь крыла, для того, чтобы все-таки меньше занимал место и требовал возможность для взлета с палубы. Крылья будут собираться, фактически сборные являются. И есть специальные крепления для катапута, для того, чтобы запускать его уже непосредственно с борта корабля. Дальность полета. Об этом также нет никакой официальной информации. По мнению экспертов, J-35 сможет преодолеть расстояние около 1200 километров. При этом, в случае использования дополнительных баков, расстояние будет еще больше. Производительность самолета остается главной загадкой J-35. Многие сходятся во мнении, что истребитель будет оснащен радаром AESA, системой самозащиты и радиоэлектронной борьбы, а также электрооптической системой наведения. Ожидается, что этот самолет уже будет иметь набор современных технологий. Это так называемая стеклянная кабина, которая используется на этих электронных дисплеях, в том числе индикация на лобовом стекле, которая позволяет повысить эффективность непосредственно уже в воздушном бое или для выявления целей. Еще одна из важных элементов, которые могут использоваться, это как раз, так как этот самолет имеет заявку на пятое поколение, то это использование специальных покрытий, которые снижают его заметность непосредственно и на поле боя, и в радарах. К слову о радарах. По мнению экспертов, оборудование J-35 позволит широко использовать самолет в целях разведки. На данный момент ВМС Китая использует для этого вертолеты Z-18J. Однако их возможности уже устарели. Новый истребитель, особенно в паре с беспилотными летающими аппаратами и центром управления непосредственно на авианосце, способны поднять возможности КНР на новый уровень. Конечно, это использование уже современных радиолокационных станций с активно фазированной решеткой, которая позволяет достаточно точно и на большее расстояние выявлять цели, потому что если базовая версия использовала радар, который видел фактически на расстоянии 150-200 км, есть немаленькая вероятность, что в новом проекте этот радар мог быть усовершенствован, и дальность обнаружения цели могла быть увеличена хотя бы до 250 или 300 км. Что же касается конкурентноспособности J-35, то по мнению аналитиков она вполне на уровне. Естественно, не имея точной информации даже о названии самолета, делать какие-то детальные сравнения просто некорректно. Однако даже сам внешний вид китайского истребителя-невидимки уже говорит о многом. Есть F-22, F-35, и вот J-35, он фактически целится в нишу между этими двумя самолетами. Фактически это более похоже на попытку ответить именно китайской стороне на те возможности с точки зрения морской авиации, которые на сегодняшний день уже имеют вооруженные силы Соединенных Штатов, ну и других стран НАТО. Прорыва авиационного вооружения в момент, когда J-35 наконец будет представлен, тоже не ожидается. Мы понимаем, что спектр вооружения у натовских самолетов, он очень широкий. Вот и в целом, скорее всего, даже превосходит тот спектр вооружения, который имеет Китай. Эксперты считают, что главной фишкой самолета станут его технические характеристики, а не огневая мощь. На сегодняшний день пока непонятно, какое именно вооружение новая модель самолета будет иметь. Скорее всего, она будет рассчитана на использование уже имеющихся видов ракет и бомб, которые используют китайские в основном истребители. Однако кое в чем он, вероятно, сможет превзойти своих западных конкурентов. Это цена. Если КНР удастся сделать самолет дешевле американских, J-35 может стать финансово выгоднее своих заокеанских потенциальных противников. Понравилось видео? Не забывай поставить ему лайк и подписаться на наш канал, чтобы не пропустить новые выпуски Арсенала. Субтитры создавал DimaTorzok